Динамические перемещения лопали отчасти технических агрегатов. На соискании технических наук писания 35-35, и на сухой технических технических направлений. Другой, а каждый раз не делал. На мастер-классе. На мастер-классе. На мастер-классе. На мастер-классе. Неудившись, я не могу ответить. На мастер-классе. Правильных землей. Должать! На мастер-классе. Должание! На мастер-классе. Профессор. Настя-классе. Идущая презентация. Продолжение следует... 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 Это динамическое перемещение лопаты, имеющее расширенные функциональные возможности на основе современных стимулируетных решений, и провести его экспериментальные исследования. Положение научных инвестиций. Первое. Дипломатические модели формирования информационных сигналов и притоково-индукционных первичных корпусователей, учитывающие их взаимодействие с динамическими подвижными объектами контроля лопат, и позволяющие осуществить параметры перемещения лопат. Второе. Метод определения параметров динамических перемещений лопаток, заключающихся в анализе изменений формы инвестиций первичного преобразователя, формируемых динамически нагруженными лопатками, и позволяющих условиях программического препарирования турфа-агрегата, определяющихся в потере сущности, приливательные параметры каждой лопатки на переходных режимах работы турфа-агрегата за 1-2 порой лопатки на крыльце. Третье. Методика в работе основанная нелинейная аппоксимация информационного сигнала, обеспечивающая определение параметров динамических перемещений лопаток, комплектующих частотных матерных классов. Четвертое. Методика оценки металлогических характеристик, разрабатываемого в высокой динамических перемещениях лопаток, с учетом различных отношений сигналов. Также по защитным выносят результаты моделирования и разработки экспериментальных исследований образца высокой динамических перемещений лопаток, имеющихся в расширенном инфункциональном возможности. Научное положение диссертации соответствует паспорту специальности. Дискерпно-фазовый метод определения деформационного состояния лопаток основан на измерении момента времени, когда торец или другая часть лопатки, проходит при каждом обороте лопаточных колеса определенную точку пространства. На основе этих измерений вычисляют амплитуды и частоты перебанных лопаток, а также смещение методов от основного рабочего положения. Для реализации дискерпно-фазового метода могут применяться первичные преобразования следующих методов. Динфункционные, векритоковые, динфункционные, магнитные, лопатные, тронные, СВЧ, различных принципов, и сфериконструкции. Лопатку составил лопаток в результате в агрегат, совершая сложные движения, которые складываются из непосредственно вращательного движения лопаток и требовательного движения лопаток, что было предъявлено на предыдущем слайде. Перебанная составляющая движение лопатки приводит к равномерной стремной мгновенной скорости, что вызывает изменения электромагнитного поля первичного преобразования и приводит к изменению формы генерированного лопатка. При условии, что лопатка коллегирует по гармоническому закону, перемещение ее в торток будет быть влезоставляющим, обусловлено активным предъявательным движением для предъявления, как право и радио. Прикритопы и терричных преобразователей при прохождении ненадошных волках в источнике генерированных цикл с Таусовой формулой БАК. В этом случае, в основном, сигнал терричного преобразователя при наличии переливания от региона по формулой ИС-3. В рисунке вставлены переменные диаграммы информационных сигналов при критопе и терричного преобразователя при наличии и отсутствии переливания в АНВАК. Прикритопы и терричного преобразователя при наличии переливания от региона по формулой ИС-4. Прикритопы и терричного преобразователя при наличии переливания от региона по формулой ИС-4. Такого остального метода параметра переливания горства лопатки в период и четвертая начальная фаза распределяется непосредственно по результатам анализа изменения формы сигнала и за один-два обороты лопаточных креста, что позволяет оценивать информационное состояние лопаток на основных информативных переходах в режимах. Метод реализован с использованием миллионерной аппоксимации, суть которого в нахождении параметра аппоксимирующих функций, удовлетворяющих в данном ингредиере оптимальности, в качестве которого используют минимум квадратической погрешности аппоксимации формулы 5. Детальное исследование данного метода проведено на объявлении самочемного сигнала и перетокового перечисленного процесса. Необходимыми условиями минимума целевой функции 5 в условиях первого порядка равенства нулю градиентов от целевой функции в исследовании точек. В условиях второго порядка матрица гестра целевой функции в исследовании точки должна быть положительной полуопределенностью. В то же время достаточными условиями являются границы нулю градиента, матрица гестра должна быть положительной определенностью. Просматриваемые методиисковыми параметрами ОТА1 и ОТА1, 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 ОТА1 и ОТА1 будут соответственно оптитуты перегранить частота перезвонения начальной базы. В этом случае в требовательном церковь организации реализованного сигнала и перетокового перечисленного преобразователя может быть достаточно накопленным решением. Решение данной оптимизационной задачи выполняется численными методами МОКЛАП с применением методов глобальной оптимизации МОКЛАП, который автоматически генерит массив статусов по существованию параметров. Во время решения оптимизационной задачи будет установлено, что имеется решение, то есть значение параметров, комплективной частотой фазы, которые, в случае оптимальными в смысле минимума целевой функции, не является оптимальными с экспертной точки зрения, то есть создать неправильный результат. Следование таких оптимальных решений показало, что причинных проявлений является наличием множества локальных минимумов. Для того, чтобы выделить измельчинные оптимальные решения оптимально как в смысле минимума целевой функции, так и с экспертной точки зрения необходимо решить оптимизационную задачу используя какого-либо дополнительного условия, в качестве которого можно уступать к примеру условия дворетки реализуемой используемой металлической переваривательной системы, известной переваривательной характеристикой лопатки, либо анализ временных интервалов между импульсами информационных сигналов от лопатки через один видительный оборот лопатки с муковицами. Учитывая относительную высоту реализации для исследования другого наоборот в этих условиях, то анализует гиперс информационный сигнал от лопатки через один оборот лопатки с муковицами. В присутствии предъявлена обобщенная структурная схема, разрабатываемого исследователя в каждом году для этого. Уравнение информационного сигнала в виде топлива от лопатки через один оборот лопатки с муковицами в том случае дополнительное решение для проверки на 1 решение на нахождение оптимальных двух представленных формулей оси и модифицированный метод умножения лопатки, целевая функция с учетом дополнительных условий в форму представленных формулей 9. Иммуникационное модулированное разработанное образование, выполненное исследуемым методом с использованием переваривательных людей, подтвердило нахождение оптимального решения, которое имеет минимальное смещение целевой функции и является также оптимальным социальной точки зрения. У нас работа на методике оттенки метрологических характеристик попутку динамических перемещений лопаток, причем в различных отношениях к муковицам, которые основаны на положении ГОСТ-РВ-836 и методике РФ-25-35. Поскольку метод определения фарантеровского расплепания лопаток основан на анализе изменений формулей информационного сигнала, причины, вызывающие изменения формулей, следует как в случае методической погрешности. Анализ методической погрешности был выполнен с помощью методического моделирования для информационного сигнала и приторку от первичного преобразователя в диапазонное отношение сигнала к шуму от 40 до 100 кг. В качестве метрологической характеристики в соответствии с методикой, пересложенной ГОСТ-РВ-25-39, может выбираться максимальное значение модуля погрешности оттенки. При этом, если доверительная вероятность равномория возле 5, то число испытаний равных 29 независимо от закона распределения погрешности. Согласно методике, необходимо протокулировать их татным параметром ампературу читательной начальной базы, массив татных параметров. Для каждой комбинации татных параметров сформировать эксперт информационный сигнал. Далее повторить эксперимент 29 раз, для каждой комбинации параметров, при этом сформировать гауссовый сигнал и экспертный шум. Я кинул смесь сигнала с гауссовым и экспертным шумом, повторить решение оптимизационной задачи для цивилизованных пунктов, и при этом установить сотейные параметры. Проверить наличие кромоков по критерию графа, при обнаружении провести решение оптимизационной задачи в планах металлического параметра. Согласно методике, определить максимальное значение модуля погрешности оцепки. В результате мы получим в зависимости от максимального значения модуля погрешности по каждому параметру, а присоединяем к значению параметра. Кстати, момент для инженерного анализа являются амплитуды переливания и частотах, как металлического параметра. Поэтому погрешность для определения амплитуды и частоты определяется для нескольких присоединений натянной палой и выбирается максимально низко. Взгляд проведения сравнительного анализа целесообразных пронормирует полученные результаты к максимальным значениям амплитуды и частоты, получив тем самым коррективную погрешность. Согласно представлению методики, были рассчитаны методами инженерного анализа металлические погрешности определения амплитуды и частоты прививания лопата при разных отношениях сигналов. На слайде представлены зависимости для обношения сигнала шлифа. Были построены графические представления данной металлической погрешности. Были определены максимальные значения погрешности определения амплитуды, составивших 4,2% и частоты прививания лопата, составивших 2,7%. На рисунке есть представлены максимальную величину перегонной погрешности амплитуды и частоты при различных отношениях сигнала шлифа. Также был выполнен металлический анализ инструментально-динамической и дополнительной погрешности, разработанной в среду фазового преобразователя значения погрешности периметра. Были проведены экспериментальные исследования обслуживания динамических перемещений лопата, предназначенные для проверки основных производителей разработанной амплитудной модели, для оценки работоспособности предложенного метода, для определения структонных металлических проявлений динамических перемещений лопата. Выполнялись экспериментальные исследования на экспериментальной установке схемы перегонной сигналы. На слайде перегонная погрешность и сигналы лопата с мирового порода на следующем сайте лопата. Экспериментальное исследование выполнялось 2 этапа. На первом этапе выполнялось исследование аппоксимации информационного сигнала первичного преобразователя гаусского метипуса при отсутствии в воздействии лопата, которое выполнялось раздельно для каждой из отвертых мерных лопаток, используя стандартную процедуру гаусского преобразователя. На рисунке показаны информационные сигналы в локационном первичном преобразовании отверстий между локацией, показанным синим цветом, и для осуществления аппоксимации красных цветов. Именно достаточно хорошее соотходение аппоксимации с реальным элементальным сигналом. Учисленные результаты аппоксимации сигналов и статических качествах передвижения к определенной таблице, полученные значения тестового ошибки аппоксимации и найденные значения параметров этой модели подтверждают правильность и адекватность теоретических положений методического модели сигнала от локации вращающегося в результате порыва. На втором этапе было выполнено исследование характеристико разрабатываемого ДФТ в динамическом режиме при наличии колебаний лопаток. При этом создавались значения частоты колебаний 15-20-25F, создавались значения амплитуды колебаний 0,7-1,7-3 мм. Было выполнено 9 серий измерений, каждая содержала от 29-минутных измерений для отвод смежных лопаток. В результате исследуемым методом были экспериментально осуществлены параметры колебаний лопаток в динамическом режиме частота и переведенные прогрессии. Значение этих прогрессивостей и панческих частот в частоте приведено на славу. В результате также приведено на выполненные результаты верхнего сравнительного анализа к иммиграционному моделированию и экстремену. Каким-то хорошее совпадение результатов иммиграционного моделирования и экспериментальных сделок их параметра. На основе выполнены исследования в плане и должной анализациональной схемы по зарабатываемому измерителю динамического перемещения лопаток, которые в четыроканальном варианте представлены на славе. Для данного для образователя использовались не только переченько-образователи в качестве информационного, а также переченько-образователи, которые были фотографии, которые все время на славе. Кроме этого, были разработаны системно-технические конструктивные реализации ДТП. Были разработаны принципиально-электрическая схема под предварительной обработкой сигнала на основе микроконтроллера C8050-1860. Алгоритм работы микроконтроллера, который представлен здесь на слайде, и его реализация на языке ОСГЭ, электронный модуль для конструкции ДТП. Здесь на слайде как раз появлена фотография электронного модуля и конструкция ЧТОС. Были определены основные технические характеристики разработанного измерителя динамических перемещений лопаток. Выполнены сравнительный анализ дискредно-фазов-пятозавратителей, приведённые на слайде. В этом видно, что разработанный ДТП требует только один информационно-технический преобразователь на одну ступень трупоагрегата, измеряет, может измерять микритудовую частоту и натянную фазу перепадной лопатки, при этом ему не требуется статистическое накопление информации, как для всех других реализаций бездредно-фазового метода. Пример применения измерителя динамических перемещений лопаток составили системы автоматического поддержания безаварийного состояния лопаток ДТП, приведём на слайде. Основные режимы и схемы технические решения были апробированы на ТЭТ-квазах в технологическом процессе системного контроля рабочего состояния лопаток ДТП. Разработанные в диссертационной работе измерительные динамические перемещения лопаток турпоагрегатов используют ТПО-кушнецов в технологическом процессе системного контроля для бесконтактного определения правильных динамических перемещений лопаток, в регулярном скульплении изделия ТЭЧКИ, а также в учебном процессе самоскорбованной высоты. Основные результаты работают при применении на следующих выпусках. Есть необходимый защитник? Нет, да. Можно посмотреть. Спасибо. Перейдём к докладу. 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 Одиннадцать-пятнадцать, у вас должен быть метод альтезматической обработки сигнала. Что там действовало? Значит, сколько времени занимает вся эта процедура обработки? Я имею в виду то, что решу динамические. А вам нужно решать некими системами вравнений, там, оптимизацией проводить. и вычислений параметров занимало 9-10 секунд. Понятно. Но вот, извините, я занимаю вашу работу, а вот всё было в реальном времени. А вот и говорит, какая может вычислить? По вашему вопросу, прикиньте. Процесс... процесс вычисления по этому методу, во-первых, легко подойдет распараллельными, поэтому, увеличивая вычислительную мощность, легко увеличить быстротействие примерно на порядок без особых проблем. То есть, достичь времени обработки и времени обработки... времени одного измерения атомластика убрать. Прошу, кого выходит? Да, я могу. Можем гранат? 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 Гранат. 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 У меня вопрос задан, а вот структуру я открою решение, они не находят вообще в мире, и не разу, в сердцах питания, и почему вы используете, потому что метод глобальный, у вас тут все препарат. Я как раз использовал один из методов глобальной организации в мире старше, я как раз его использовал. Ну а тогда зачем он выполнил, что он выходит? Нашли глобальный опыт, далее его начали. Все равно он не находится. Как? Не находится он же. Прямые методы, наверное. Я не говорю. Ну а, ну ладно, в каком-то другом, тут и пошел. Вот слайд вентаз. Значит вот здесь у вас записано в курсе, что это дополнительно условие. Но это не условие, но это записано в курсе, который считает, что это чистый. А условия это чего-то равно должно быть. и меньше всего потому что потом это множество 2 грамм но это дополнительное условие вида равенства но оно тогда, я так понимаю, где этот равенство у вас дана функция, и вот как ее вычисляют то есть это зачем это зависит а потом я получаю суммарную функцию и начинаю ее минимизировать как я понимаю, в виде услуги периодически да, потому что это и фанты 2-2 работа да тогда это понятно но периодичность в смысле оплаты того количества это понятно, что через период 2-2 до 2 спасибо мой коллег, Виталий Дмитрий Дмитрий я хотел бы услышать, что со мной представляет целевая функция оптимизация чтобы сумма квадратных уклонений на фактифицирующей функции от экспериментальных отчетов была минимальна. правильные функции правильные функции это фактически мощность переменной и шумовой сфотографии дальше нам приходит частота и перспоказы и уступает как параметры как параметры и опрактимирующие функции мы здесь принимаем активизированную функцию что это гарантия того, что мы определим правильные то, что мы будем потом указать что дальше в какой-то установке в результате мы являемся оптимальными в результате мы тоже активисты работаем и даем выбираемые результаты для проход и потом выходит в полной в результате у нас на этой приятной строительстве в результате в результате нет оборудование а что самостоятельный первый самостоятельный сложный вопрос и в качестве дополнительного условия использовав третий условия по анализу временных интервалов То есть первые два условия диссертации не исследуются. А уже эти задания записаны? Они записаны за тем, что они позволяют сформулировать дополнительные условия с целью исключения суббоктимальных решений. Возможно, разные подходы к исключению суббоктимальных решений. То есть они упомянутые, они не используются, а используются в этой ситуации? Да. Спасибо. 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 А как это получилось? Как это получилось? Понятно. Суть не будет определения погрешности в том, что получался трехмерный массив входных параметров по значению амплитуды частоты и начальной фазы. Далее на основании этих входных параметров рассчитывался информационный сигнал, расчетный первичного преобразования. А потом к этому сигналу добавлялся рассчитанный шум гауссовский дискретный шум в соответствии с требуемым отношением к сигналу шума. И выполнялось решение оптимизационной задачи 29 раз согласно методике ЗРТ. После этого получались максимально, из 29 измерений выбирались максимальные значения поверхностей в качестве метрологического параметра, и пронормированное к максимальному значению амплитуды и частоты строился вот такой рельеф. Актомизационная задача выполнялась в каждой точке этого рельефа. То есть каждая точка этого рельефа – это точка по значению вторых параметров в алгоритм. И в каждой точке этого рельефа выполнялось решение с оптимизационной задачей 29 раз, то есть статистическими методами в ней определялась погрешность. То есть ждать эта погрешность представлена уже в плане. Эти частоты 15, 20 и 25 Гц задавались на экспериментальной вот этой установке, в которой для имитации приливания лопаток используются в имитатор приливания лопаток, где не лопатка колеблется, а датчик колеблется относительно лопатки. Просто механически мы не могли получить здесь точку изнательника. Для лопатки это не скопалось. Для лопатки эти не скопалось, так, а частями. Но это на имитаторе приливания. А вы же меряли для лимфиады, для мерили для лимфиады. Мерили для лимфиады, по-моему, там больше, что-то разное. Да. Да, работал. Все предыдущие пластиковые, особенно пластические реализации дискретно базового метода не позволяют определять частоту прилипания лопаток с использованием одного первичного преобразования. Здесь под улучширением функциональных возможностей принимают именно возможность определения частоты прилипания лопаток, которые служат важным диагностическим признакам наличия этих дефектов лопаток, используя только один теоричный преобразователь. Математическая модель является невинейной трехпараметрической моделью, где начальная фаза точно так же, как и два других параметра, входит в состав модели. Но она не несет информативную нагрузку, и поэтому измерять ее приходится, потому что она в значительной мере влияет на положение лимфуса на временной архи и форму искажения лимфуса. Но определять ее приходится, но для инженерного анализа она не нужна как результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Существующие классические реализации дистанционного фазового метода могут определять параметры приливания лопаток только при наличии статистического накопления формата в течение нескольких десятков оборотов лопаток на крыше. При отсутствии статистического накопления классические методы не работоспособны к принципу. Я получаю точность в измерении порядка и процентов в течение за один-два оборота лопаток на крыше. То есть это сохраняется? Если мы начнем сравнивать с классическими реализациями, то классические реализации дистанционного фазового метода при высоте оборотов накопления имеет точность порядка 27% при вероятности 0-27%. Я получаю за меньшим количеством оборотов 5% в порядке 5%. То есть точность увеличена. Плюс могу определять частоту поливания лопаток. Продолжение следует... 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 Ну и хотел бы еще отметить, что Аркадий Жоржевич с достоинством преодолевал многие трудности при выполнении этой работы. Он показал хорошую коммуникабельность в общении с достоинством, разрешив отразительные сложные математические аспекты, я думаю, как там дискуссия идут, что это окружено. Поэтому кодис в полной степени, которая сейчас в дипстаге, полностью отвечает по требованию и критерии положения к присланию дипстага, ну а Аркадий Жоржевич, я считаю, достоин присуждения на прислании дипстага. Спасибо вам. Нет, значит, кодзун на авторитерарх, кодзун решили посмотреть, пока стреляют, считают, что это замечательно не так. Нет, так хорошо. Ну, хорошая, сожди, вот это у нас, это было. Павел Александр, у нас есть замечание ведущей, нам раздали, зачем подошли? А? Нам замечание ведущей организации. Обязано зачитать, что я не знаю, что это будет. Пожалуйста. В адрес диссертационного совета выступает логикой ведущей организации Самарского государственного технического университета, в котором отмечается актуальность. дается общая характеристика работы, отмечается научная нарезна в предложенном работе положении, отмечается ценность, практическая ценность работы, достоверность результатов работы, степень ее апробации, а также дается рекомендация для использования результата диссертационной работы в производстве. Замечания. Замечания. Диссертационная работа. Замечания. 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 учебный степень кандидата наук Айурапа Чернявская Татьяна Шошвитца, служит рассуждение учебного степени кандидата технических наук в области царя. С сервизионной работы и отзывом ее рассмотрены в обрешенном на соседании кафедры информационно-измерительной техники 29-го и 8-го и 17-го под таком номер 1 отзыва подготовил заведующий кафедрой информационно-измерительной техники Ярославкина. Отзыв утвержден первым проектом, проектом по научной работе по ГДУ по Самарской государственной технической университет, доктором технических наук профессором не нашим. Также влагаясь диссертационного совета вступил 9 отзывов из организации. Обзор вопросов найдется в проекте заключения, все отзывы положительные. Отзывы отмечены, что указанные недостатки не снижают научную практическую значимость работы и не влияют на общую положительную ацентуру ситуации. Спасибо. Какой дежурь может быть ответ на замечание, ведущая организация, где удержащиеся в автороперакт, значит, что на те замечания, на которые вы считаете, необходимо. А те, с которыми согласны, вы можете идти в современную память. Замечание ведущей организации, касаемое сегмента наземных применений, не кажется, подлинных будет. В возведении диссертации этот сегмент в общем-то упомянут, но возможно, надо было уделить этому больше внимания. Так, в диссертации не перейдем пояснения, почему переходные режимы являются самыми информативными, с точки зрения получения. Ну, возможно, надо будет более подробный вопрос посвятить диссертации, но, в принципе, переходные режимы, чтобы агрегаты проектируются так, чтобы не эксплуатируются на переходных режимах, при которых существует экзонансное перебивание лопатки. Соответственно, переходный режим и наличие экзонансных перебивания лопаток позволяет получать более простыми методами информацию о собственных, например, частотах перебивания лопаток. Возможно, это надо было оценить более подробно. Ну, это выход или это дорогой? Это было известно, да. Но с асфальтой надо было? Да. Ну, возможно, надо было с асфальтой оценить немножко более подробно. Ну, как в модели нелинитной опоктимации, третье замечание. Ну, исследовалась модель для максимации, исследовалась с асфальтой. Возможно, плачу, надо было более подробно на этот момент исследовать диссертацию. Предложный метод определения параметров, перед вами не исследовать примитив информационного сигнала и информационного привычного преобразователя. Да, согласен. По поводу сравнения экономических показателей. К сожалению, мне удалось найти в открытых источниках именно экономических показателей по различным вариантам свето-казах преобразователей экономических измечений лопат в кончиках. Замечания по автореферату имеют... Большая часть замечаний по автореферату имеют одну общую природу, связанную с недостаточным объемом автореферата, что не позволило более подробно осветить некоторые моменты, которые отмечены в замечаниях на автореферату. Добрый день, уважаемые коллеги. Я с удовольствием вам сейчас познакомился с рецитатом Ченнадцатого Академия Куточкина, потому что то направление работы, на котором проводят Академия Куточкин, очень себя связано с теми же работами, которые проводятся и проводятся в нашем институте. В частности, работа связана с оборужением прилипания западок в колесах компрессоров и турбина ГТД. Эти работы для нас были инициированы представителями промышленности, в частности, предоставляющего СНТК Кузнецова, главным послоктором Белкиным, Николай Михайлович. Действительно, задача очень актуальна. По тому, как ведет себя лопатка в процессе работы ГТД, можно много рассказать о том, что происходит. Здесь можно не только диагностировать, кто в те опасные состояния, связанные с разрушением лопатки, чему, собственно, и была посвящена работа авторской акции, но и определить моменты начала взрывных явлений, моменты начала появления речи лопаток и так далее. Поэтому вопросы решаемые, и обращаемых это, по моему мнению, очень актуальны. Конечно, мы говорим о том, что вообще доступен этот вид построения относится к приоритетным направлениям наружить от них. Что касается новизны, условно, предложенный поискательным методом, является. Но, несмотря на то, что, в общем-то, он использует известный подход, связанный с функционными методами измерений, но на визу, в том числе, признают одни из законов, по поводу ведущей организации, в частности, как бы, культурной пакетики, которую, как я понимаю, и давал обувь. Там, как бы, подробно выбирать, отчетовый, Деринкова, Деринковича. Елена Евгеньевна, Ирославль, на его ученице, поставляла в обуви. Косвенно на визу, методы, подтверждают многочисленные пакеты, в том числе, зарубежные. Безусловно, работа обладает теоретической и практической значимостью, последним, подтверждаются полученные внедрениями. Ну, и что касается замечаний, замечаний у меня не так много, но есть некоторые, которые я хотел бы вынести на службе, не первое. В заголовке работа указано, что данные решения предназначены для системы управления доступными делами. но мне это показано, что в работе лечения по управлению выгодны, практические, и эти задачи проходят только для нормальной диагностики и разрешения лопатки. не не а второй вопрос связан с формулировкой задач так сказать, при формулировке задач в общем, как мне кажется, главных достижений так сказать, они разработаны методом, нашли воплощение. получается, что такой метод является побочным продуктом выполненной работы. Далее, что касается сути работы, по моему мнению, достаточно упрощенно воспринимается перемещение торца лопатки в гастробную модель. Во всех своих выборках сыскатели рассматривают только два его перемещения. Это вращательное перемещение колеса и второе это колебательное перемещение лопатки. Вообще, жизнь лопатки очень сложна. В условиях вращения происходит в круге выдержки элементов конструкции и колеса и самой лопатки. В условиях высокой температуры в компрессорах температуры достигают на последних высокой температуры 600 градусов длинности меньше тысячи. Там происходит термические виды, как конструкции резинового оплаточного так и самовы устанавливают амплитуду выходного сигнала первичных преобразователей будет изменяться. поэтому в общем случае это будет функцией оборотов температуры, а не константных работ. Наконец, вопрос касающийся динамики, который прозвучал первым измерения измерения за один и максимум два оборота вращения рота. Дальше динамик падает за счет того, что используется достаточно сложный магнитический аппарат, который уже окажет, что требует учителя порядка 2-10 и дальше это с одной стороны, и с другой стороны реализуемые методы требуют жесткой синхронизации периода вращения вращения лопатки и скорость вращения колеса ход оборота к обороту будет менять. В общем, форма вращения для первой и последней лопаты даже на одном периоде вращения будет отличаться. Эти вопросы по моему мнению, не нашли отражения системной работы. Тем не менее, я не считаю их существенными. По моему мнению, действительная работа Чарльевского телевизора является законченным научным трудом, который содержит предметы научно-инвестиционной теоретической и практической изначальности. По работе опубликовано, в моем понимании, даже слишком много публикаций. Не до кандидатской диссертации, пока не имеет. Работа удовлетворяет, по-девому, положение пустошки научных степеней. И, в моем мнении, что, безусловно, если стать во службе пустошки, то, что достигнут кандидатов технических наук, то, с моей стороны, я призываю кандидатам поддержать организатору, чем подразумевать, что это будет. А вот реферация, соответственно, не будет? А вот реферация, соответственно, кандидатам? Позже. Слово, это пока неизвестно, что это будет. Да. Уважаемые председатели, уважаемые члены совета, если вы разрешите отзыв своей словами, то замечаем ее в члене. Работа Аркадия Жоржевича освещена расширению функциональных возможностей и скрепно-фазы преобразователей. И вот за счет этого расширения функциональных возможностей удалось создать многокараметровый датчик. Этот датчик теперь уже измеряет не только моменты прохождения, вот так вот, но он может определить и частоту, и прибыль. Применение такого датчика, вот здесь уже обсуждалось, вроде вопросов. Говорили высоко, что если применять несколько датчиков для этих же целей, то погрешность составлять будет порядка 27 парцетов. А здесь же 5 парцетов. Ну, из-за чего? Ну, видимо, из-за того, что датчик один, а разные датчики разные встанут, и разные температурные режимы, и потому, что начинается раз согласование этих датчиков, и появляются разные сигналы, а вот и в одной, и в одной, и в той же в одной. Очень, конечно, впечатляет количество публикаций. Полтора десятка публикаций в изданиях рекомендованных вакуум для публикации кандидатской датчиковой дистанции. Патенту десятка, в том числе потенции дневных штатов. Ну, вот это вообще редкие слухи, что в датчиков дистанции патент Соединенных Штатов, который однозначно используется в работе. Хотелось бы, конечно, в работе увидеть осциллограммы формы пендица, которые получаются. То есть те осциллограммы, которые здесь были приведены, но на них плохо видна форма. Вот. Более подробно, тогда можно было бы осциллограммы, даже судить о том, что какие возникнут подрешности из-за того, что производится дискретизация по времени этих землян, плантывание, по уровню, кодирование, то есть типичный аналог сфороводной организации. Автореферрат, ну, практически полностью соответствует диссертации. У меня к замечанию есть небольшое вот это происхождение, я его сейчас разручу. Значит, замечание по работе. Первое. В автореферрате недостаточно полный, анализированный, известный разработки других автор в рассматриваемой области. В частности, не проведен сравнительный анализ с работами Гусева из Уфинского авиационного университета. Ну, вот если вы помните, несколько работ были, которые я оппонировал, и делали замечание, что нет сравнительного анализа с работами Института проблем управления сложными системами, которые занимаются, которые его, ну, в этот раз, да, оппонент отходил, и что этот вопрос сдвинулся с лицами. Ну, вот еще хочу сказать, что Гусева из Уфинского университета занимался подобным вопросом, как он использовал оптические преобразования. Ророки. В автореферрате не приведена методика оценки методологических характеристик с учетом соотношения семенов чума. В то время как в диссертации данный методик пророков на сентябре. Ну, вот единственное, видимо, такой штрих различия автореферрата и диссертации, тогда вот это положение в диссертации очень подробно рассмотрено, в автореферрате его нет. Третье. В разделе 1.3 на странице 29 указывает, что индукционные преимущества и преобразователь содержит сердечную из магнитов первого материала. Но это совершенно необязательно. Я тогда тогда использовал индукционные бесконтактные преобразователи, которых нету сердечных из магнитов первого материала. Просто катушь взаимодействующая между собой. Петвертое. Определение и описание оборотного первичного преобразователя, приведенное в разделе 5, расшифровывается вот только именно на разделе 5 на странице 132. А до этого они много раз упоминаются утренными. Ну и пятое. Некоторые выводы по разделу диссертации не являются констатацией выполненного работы. Ну такие, например, выполнен обзор, рассмотренная конститикация, разработанная методика, выполненные исследования. Вот на основании этих выводов и формируется положение выносимое на защиту. Но вот положение выносимое выносимое на защиту, они из формы раун вот из таких выводов. У них тоже положение выносимое на защиту, они могут быть оскорены. А как можно оскорить? Так вот пункт, как выполненные исследования, ну и даже разработанными до разработанными это мы никак не оскорим. а между тем вот у нас в Совете в Готи там очень много дискуссий на это дело, потому что член экспертного Совета в Городии приезжает и говорит на каждом буквально экспертном Совете этот вопрос рассматривает. Причем начинает рассматриваться на повышенных тонах. там много такого актива. Тем не менее указанные различия не затрагивают основные научные результаты диссертации и снижают ценности выполненной работы. Диссеркционные работы Чарнякского протаги Жоржевича знаете его беспреклую фразу преобразователь динамич перемещения лопаток для системы управления в Городии инвентария требований по спорте специальности 05-13-05 и соответствует критериям установленным положением о присуждении ученых в степени ГАИ-ХАП отдаст свое присуждение в степени кандидата в личный пункт. Касательно замечания официального оппонента в Городии ГАИ-ХАП в юриде замечания неспомнили врачами каждой формулировкой задачи исследования будут по результатам сомненной работы. Хотелось бы отметить, что совокупно решение 2-й, 3-й, 4-й задачи дефекционного исследования в принципе составляет на большую разрубку реализацию разработки метода определения параметра динамического перемещения лопаток и этот метод в той же время является похожим эффектом исследования. Следующее замечание по поводу упрощенного рассматриваемого перемещения форта лопатки. была поставлена задача сформулировать и исследовать метод определения параметров перемещения лопаток. В том числе прежде всего исследовать принципиальную возможность определения данного метода и исследовать этот метод. Поэтому при исследовании этого метода как раз ставилась задача постоянства радиуса лопатчика лопатчика то есть постоянства длины лопатки и постоянства радиального засора между тортом лопатки и статором турбарегра. Рассматривалась именно дистертация постоянно. но тем менее можно этот момент изменения радиальных зазоров и радиальных размеров лопатки учесть в дальнейшем как при вести математическую модель так и учитывать при разработке измерительной аппаратуры делать какую-либо компенсацию. Аналогичное замечание по поводу жесткой привязки метода к периоду вращения введением опатусного колеса. Да, сейчас требуется жесткое привязка и постоянство частоты вращения как минимум на двух опородах лопатусного колеса. Но это может быть инвестировано опять же двумя способами либо введением поправки и измерения в математическую модель или опять же учитывать и разработку измерительной аппаратуры. Замечание касательно не учета критических режимов и критических режимов или сочетованных режимов работы конкретно по поводу быстродействия можно реализовывать метод во-первых можно его увеличить быстродействие метода легко на порядок можно применять специальные вычислительные и для реализации этого метода если решать непосредственно блок в то же самое время можно решать задачу не его то есть записав под колебания оплата и записанный сигнал анализирует с документами на метод на метод Продолжение следует... 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 сразу же идем в другую специальность, методы, средства контроля и так далее. Ну и вот все квалификационные признаки, в первую очередь, научные, мы не знаем практическую значимость, они как раз сформулированы в рамках специальности 05-13-05. И причем все сформулировано без какого-либо нациата. То есть вот все, что там написано, это все создано, это все есть, это все проверено. Вот как все убедились, признаки владеют материалом от А до Я, поэтому я буду голосовать за, но, как говорится, с чистой собственностью. Отметите, вот самое главное, на мой взгляд, достижение этой работы, оно состоит в том, следующее. Ну, первое, что одним датчиком мы измеряем и параметры. Это очень важно. И второе, что вот здесь аппроксимация сигнала датчика, функция заданного гетера, она фактически является измерительной процедурой. Именно поэтому мы измеряем сразу три параметра, а двое – математическая операция. И в этом есть максимальное достижение этой работы. И он запрецентовал как стоп. И, как я понял, вы оценили в Америке. Пробиться на американский рынок – прецентование, но очень тяжело. Мы, например, КОП-4 пробиваемся, теперь мы не будем, и никак не попробуем. А здесь, я понял, выстрелы, приняли, оценили. И это очень важно. Теперь об оптимизации. Ну, в первоначальном работе было много написано и в автореферате об оптимизации. Но я как-то рекомендовал это дело вычеркнуто. Вот почему. Здесь происходит аппоксимация сигнала, что это за другим. Как оптимизационная задача, она давно решена в теории аппоксимации. И здесь это не должно звучать, как какое-то достижение в точке зрения оптимизации. И она отражена во всех математических пакетах, и недавно эти пакеты используются как опрекционационную. И в том числе во претерии, в третьих графических отклонениях. Поэтому здесь и вычеркнуто есть все оптимизации и научные визы. Я думаю, что это правильно исправить. Ну, правда, здесь, конечно, замечание. Но в целом я считаю, что работа солидная, цискатая солидная. И я эту работу поддержку и считаю, что она вполне достойная. И цискатая достойная и компания. Спасибо. Я хочу поблагодарить председателя Диссертационного Совета, и членов Диссертационного Совета, и, конечно же, научного руководителя. Официальных компонентов – Боровика Сергея Юрьевича и Васяна Николая Николаевича. Экспертов по диссертации – Деганова, Михаила Николаевича, Прокорова, Сергея Анатольевна Спарцова, Бориса Владимировича. Председателя МТС и членов МТС. За объективное рассмотрение и внимание моей работы. Большое спасибо. 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 Спасибо.